Я приветствую всех наших гостей, которые прибыли, сумели прибыть, прибыли на наше заседание. Поркомитет поручил вести заседание традиционно сопредседателям Шашкареву, наладчику ЗИЛа и мне, Ростышеньку Золот-Красной Сорновой. Мы сопредседателям Российского комитета рабочих. Поехали дальше. Заседание, я считаю, открыто. Мы голосуем за это предложение. Итак, первый вопрос у нас стоит о повестке дня. Оргкомитет принял решение по повестке дня, ну и, естественно, предварительное. Мы рассылали приглашение по регионам, значит, ну с просьбой, вот, предварительной повестке дня и чтобы были предложения. Предложение пока не поступило, но по сравнению, значит, с первым посланием нашим, будем так говорить, значит, повестка дня изменилась. Оргкомитет предлагает следующую повестку дня. Первый. О коллективных действиях работников и профсоюзов в условиях нового трудового законодательства. Докладчики. Петров Виктор Михайлович, заместитель депутата Государственной Думы Олега Васильевича Шея. Помощник. Помощник, извиняюсь. И второй докладчик, Попов Михаил Васильевич, профессор, консультант профсоюза докеров морского порта города Ленинграда. Понятно по первому вопросу? Кто докладывает, значит, и какая повестка дня. Вы знаете, принято новое трудовое законодательство. Как нам работать и жить по нему? Второй вопрос. О реформе жилищно-коммунального хозяйства. Здесь у нас один докладчик, Петров Виктор Михайлович, помощник депутата Госдумы Шеяна Олега Васильевича. Он должен был к нам приехать, но по состоянию здоровья, значит, не смог. Третье. Уложение первичной организации рабочего профсоюза. Мы этот вопрос второй раз выносим. Этот вопрос очень важный, мы считаем. На это откладывать будет Шешкарев Василий Иванович, наладчик завода ЗИУ. Четвертый вопрос. Противоположные подходы к реформированию железнодорожного транспорта. Доклад Арканова Александра Юрьевича. Вы понимаете, что все вопросы, которые пока поставлены в повестку дня, они очень безвободневную тему. И очень, и очень всех нас касается. Есть какие-нибудь еще дополнения по повестке дня? Пожалуйста. Есть третий вопрос. Один вички. Так бы меня немножко выписать. Я просто хочу сказать. Третий вопрос про первичной организации. Положение первичной организации. Добавить. Чтобы вы быстро... Пожалуйста, запишем. Подобачивай. Еще какие есть предложения по повестке дня? Регламенту. По регламенту. По регламенту. По регламенту. По регламенту. По регламенту. Есть по повестке дня, я спрашиваю. По повестке дня. Опять вопрос организационный. По регламенту. Я думаю, что все правильно. Разные? Нет. Останавливаем еще в заседании. Останавливаем еще в заседании. Российской комитетов. Я понял. Я понял. Принимается. И шестое. Разные. Какое разное? Какое разное? Какое разное? Какое разное? Какое разное? А вдруг у тебя чего будет, так и скажем. Не будет разным. Какое разное? Нет никакого разного. Он вам разрешили и все. Здесь не партия собрать. Будет заседание на северную комитетов. Какое разное? Ну вот. Паново уже. Полные подходы. Что-то всегда было разное. Без разного. Без разного. Все ладно. Еще есть какие-то дополнения? Дополнений больше нет. Голосуем за данную повестку дня. Я повторять не буду. Все слышали. Кто за данную повестку дня. Прошу поднять мандаты. Повыше. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 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 Против есть? Бой. Против нет. Пронимается. А вы слышавшийся есть? Нет. Пронимается единогласный. Больше на прозже. Кто в целом и... За слово им целом, да? Так, нам надо вырубить регламент. Какие предложения по регламенту? Предлагается первая вопроса на сегодняшний день. Как? Вторая вопроса на завтрашний день. Да нет, можно три дня. Можно три дня сегодняшний, а завтра. Последний вопрос. Все из-за личности. Три вопроса сегодня. Давайте, ну как у нас обычно, мы укладываемся. Три вопроса разбираем, выступаем, обсуждаем, принимаем резолюцию, решение, где-никак там будет. Записываем, на завтра оставляем один вопрос и голосование по принятию резолюции в целом. Потому что за ночь, может быть, в резолюции внесут какие-то изменения, дополнения. Согласны? Да. До скольки работали сегодня? Ну как решим, так и будет. Это вот давай. До скольки у нас помещения? До девятнадцатого? Ну, нас не ограничивают. Да вот это. Я же говорю, нас не ограничивают. Нужно не говорят, ну, до четырех будете. Я говорю, да нет, наверное, за пять, значит, за десять. До восемнадцатого часов, тогда себе. А? До восемнадцатого часов давайте. Ну, попробуем, вот, до восемнадцать часов. Значит, первый перерыв через два часа. Значит, двенадцать. Ну, мы уже работаем в двадцать минут, да? Да. С половины второго до половины третьего перерыва большой. На обед. Да. Ну, а там посмотрим. А там посмотрим. Да. Ну, да, в двенадцать перерыв. Так, ну, возражения нет по рекламе тут. Докладчиков не ограничивают. Докладчиков мы не ограничиваем обычно. В премиях семь минут. Не ограничиваем. Потому что люди готовятся, значит, они должны высказать все, что для нас интересно. А в премиях? Семь минут. Семь минут. До семи минут. То есть, если кто-то... Ну, да, ну, нет, обычно перебарщиваем. Предупреждаю, что мы будем, значит, останавливать людей. Не обижайтесь. Доза. За данный регламент прошу голосовать. Восемь. Девять. Вот видите, один уже еще появился. Ты что, это, Василий, в кармане держал? Мандат. Девять. Впротив есть, против нет. Воздержавшихся нет. Значит, принимается. Дальше нам надо избрать редакционную комиссию и мандатную комиссию. Мы начнем с мандатной. Предлагается, значит, кто был у нас на регистрации? Синьков, Токареводоканал, Нижний Новгород, Шумаков, модельщик с Иванова, завод цикстильного машиностроения. Значит, есть кто еще, это, какие-то предложения мандатной комиссии? Мне кажется, достаточно, да? Кто за эти товарищи, я прошу проголосовать. Опустите, против нет, воздержавшихся нет. И редакционную комиссию надо избрать. Предлагается Попов, Шашкарев, Кудрявцев, Петров, Аргунов. Пять человек, известные нам люди, это докладчики, содокладчики, значит, им карту в руки. Я думаю, надо ограничиться, пяти вот человеками хватит. Кто за данных товарищей, прошу проголосовать. Кто против, против нет, воздержавшихся нет. Значит, есть такое пожелание. Он говорит, я буду приглашать на трибуну товарищей, значит, чтобы каждый четко представлялся, кто он, откуда, кого представляет, чтобы мы знали товарищи в лицо. Это первое. Второе. Значит, нас предупредили, что улицы вроде здесь были, значит, нельзя. Нельзя, мы нас все время предупреждают, в туалет, в туалет там у нас внизу. На первом этаже. Здесь я проверил все. Закрыли. Еще чего. Все. По первому вопросу, слово предоставляется, первый, Попов или Петров. Конечно, не столько, не знаю, что ты, ну, лучше, как-то. Попов. Ну, давайте, Михаил Васильевич. Очень классно. Говорили, что подробно. Попов. Михаил Васильевич, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Компания экономики и права, консультант Портового комитета российского процесса донеров морского порта Санкт-Петербурга и консультант Российского комитета рабочих. Значит, с тем, что мы связались с Натальей Васильевичем Пизотовым, который предполагался докладчиком здесь, в дело, пишу про радикулины, которые не подложены в этой в том, что мы их в рост и грех, и поэтому он просил меня сделать доклад по согласованным вопросам, которые я постараюсь сделать. Хотя я его, понятно, в полной мере заменить не смогу, но, тем не менее, попытаюсь к нашему согласованной позиции здесь доложить. Первое, о чем я хотел сказать, это о том, что для всех рабочих и профессиональных организаций принятие Трудового кодекса очень крупный убежь, потому что этот убежь не вполне особый. То есть мы были как организации, особенно по своей свободной, отмобилизованы для борьбы за новый проект Трудового кодекса. И благодаря вот этой отмобилизованности нам удавалось удачно вести переговоры по коррективным договорам, потому что нам надо было брать проект социально, который всеми был воспринят, доработан с учетом замечаний посоветных организаций. И мы в наступательном ключе ввели переговоры по коррективным договорам и соглашениям, опираясь на проект Трудового кодекса. Более того, мы оказывали успешное давление на правительство и успешное давление на Государственную Думу в плане того, чтобы продвигать именно то, что мы считали позитивным. Итог. Итог, если проанализировать теперь тот проект Трудового кодекса, не с той точки зрения, чего он не дал, а с той точки зрения, что удалось туда ставить или что не удалось оттуда гражданам, так сказать, которые старались выкинуть, то надо сказать, что много очень туда нужно вставить. Причем мы создали обстановку среди нота, ну сами подумайте, если проект Шевина был, уже после того, как нам было набросано много проектов шумовых, какие, которые должны были показать, что правительственные как бы лучше других, а именно проект, вспоминаем, ГОЛОП, проект Московской городской думы, Митропана Васильванова, проект наконец согласован, проект ВАЧМИ. И вот этот проект ВАЧМИ потом с разделяющими себе головками разделился на два и стал проектом трех и проектом пяти. Пяти, которые сказали, что мы вот с истинным проект берем и выдаем за свой, и трех, которые сказали, что это вообще совсем другое, и мы вообще не будем за него отвечать, мы остаемся в производителях, а именно Цайкин, Иванов и Лукьянов. И когда мы поняли, что они выкидывают ложные цели, мы тоже решили, что не надо иметь неподвижную мишень, второе произошло движение, Шейн, так сказать, как бы отделился от этого реально, мы учли все предложения, которые были, противников в том числе, все конструктивные предложения противников нашего договора, нашего проекта было использовано, и мы получили новый проект, проект Шейна, который в апреле был внесен. Теперь мы, значит, рассчитывали, что раз отслоившиеся еще пять, сделали новый проект, и придется снова посылать на отзывы, и мы еще получим сторонников, и можем получить большинство удовольствий. Наши противники поняли, что раз у них так мало времени, и что действительно мы наступаем на пятки, а именно Исаев говорил нам на заседание комитета правительства и социальной политики, вы должны выступить за наш согласованный проект, «Потому что иначе пройдет правительство, и вы будете виноваты». На что, скажем, Олег Борисович Бабич, мы там с ним вдвоем присутствовали, где был Олег Васильевич? Говорит, ну, как мы будем отвечать за него, если вы сами говорите, что у нас только один голос? Ну, если у нас только один голос? Ну, давайте идите тогда, голосуйте, пожалуйста. Почему мы вам так вот очень нужны? Короче говоря, все увидели, что поддержка нашего проекта расслаблено по часам, и уж надо сказать, что даже из, самое главное, из проправительственной фракции, из фракции «Единство» и «То» один человек проголосовал за наш проект, голосовал единогласно российские регионы, не проголосовал, как мои дипломные результаты Иванова из-за того, за другой, кто голосовал, горячего из-за того, за другой, на всякий случай, кто победит. И даже против не проголосовал нашего проекта Гриновский, когда он был в структуре во время митинга и так далее, понял, что надо с народом посчитаться, иначе народ с тобой посчитается. Короче говоря, когда мы пытались представить как новую редакцию, тогда не надо посылать на отзывы законодательные собрания, а среди законодательных собраний было очень много, на что мы поддерживали уже проект ШЕВ. И вот если бы они послали, то кто бы собрал отрицательные отзывы, новый проект, посвященную правительству, но уже не как правительственную, а как согласованную, и неизвестно, чем было у них все это закончилось. Поэтому они решили, что нужно гнать на вороных 5 июля, и поэтому не успели там все вычистить и все, что нужно убрать, и то, что нужно поставить. А именно что получилось? Ну, для нас вот самое главное, можно сказать, что вот тот раздел, который мы для себя считали главным, раздел о самозащитии работников, он так туда целиком въехал из нашего проекта. Т.е. вот эта норма, что если вы нарушены ваши права, вы можете остановить работу и ждать, когда нам говорят идите в суд и добивайтесь. Нет, идите теперь, я останавливаю работу, потому что боюсь, что там она собрается, сорвется, будет травма и так далее. Или что вы мне не заплатили зарплату, я вам просто пишу бумагу, хочу один, хочу коллективно. И это никакая не забастовка, она забастовка теперь не проходит, хотя по смыслу. Конечно, это самое главное забастовка, а снова баста, баста, я больше пока у меня не заплатите, не работаю. Это забастовка. Ну так теперь никто не пишет, что это забастовка, никакого не процедуры проходить, ничего. Пишите бумагу о том, что мы останавливаем работу до получения зарплаты, потому что вот кушать хочется, а пока не покушаем руки, не работают, ничего не могу сделать. И вот я-то с удовольствием бы начал работать, но уже все опускается, извините, и больше ничего, и после сидите и ждете, чтобы вам принесли деньги, принесли деньги. У нас сразу начали играть такого мероприятия, и сразу подтянулись те граждане, которые, так сказать, должны выглачивать зарплату. Поэтому, хотя, нам хотят представить ситуацию и так, что, так сказать, у нас сейчас нет таких неуплат, зарплат. И ссылается на выплату год бюджетников. Но год бюджетников составляет все меньше и меньше процентов. А именно, у нас где-то 25% от силы в государственном секторе, в телеэкономике. А в недосудовании, ну, если, скажем, про Францию говорят, какая там зарплата, или про Германию, говорят, какая зарплата у работников, которые работают в капитализме, а не в государственном секторе. А у нас почему-то все считают, что в государственном секторе. Ну, вот Василий Иванович, так сказать, сообщает, он не из мелкого предприятия, не из Ларька, а ЗИУ, на котором 15 тысяч, да, сейчас, 15 тысяч работают, за ИИУ собираются получить. Ждут. Пообещали, что за ИИУ. И то, что раньше говорили, что человек не может без еды прожить 30 дней, это не наш человек, это не про наших людей. Поэтому в этом отношении, в этом отношении, это большое дело, и, может быть, еще наши товарищи используют эту форму, которую уже есть. Теперь вопрос о самозащите. Теперь вопрос о том, что, так сказать, они собираются профсоюзные гарантии ликвидировать для избранных профсоюзных работ. Ну, вот точно люди не очень спешили, потому что ИИУ должны были убрать их гарантии, ИИУ их не убрать. Потому что то, что они сделали, это, ну, не сердце. Потому что, ну что, какая проблема, всех назначить замами, причем, может, на недельку назначить замом, потом два года нельзя увольнять. А на недельку назначить замом нет проблем. Даже в самых больших организациях такую ротацию провести можно. Причем положение, как известно, первичной подсоюзной организация, мы будем обсуждать. Но это вопрос другой. Мы можем задать там характер, который должен быть в положении для рабочих. А вообще положение кем принимается? Это внутренний документ профсоюзной организации. Можно его принять и отнести в управление юстиции для регистрации. Удивительно. Они не вправе влезть в содержание его. Поэтому там мы можем записать, что для них собрать не надо проводить. А вот каждый раз подписи собираем. Подписи собраны, собранные члены организации. Значит, это принято решение. Так мы можем бланк-то заготовить, каждый раз там подписывать, через сколько надо получать. Что у нас все члены профсоюза теперь, если раньше у нас были избраны члены комитета, теперь все члены профсоюза защищены от уровня. Если это все проходит, все до единого. То есть, сказать, лучше стало или хуже? Ну, я скажу, лучше стало. В общем-то. Такого же не было, чтобы все имели гарантии. А если ты мог берешься, то все им будут иметь гарантии. Я даже не буду говорить о том, что я лично оставлял проект, думаю, что это такое, значит, отпускные выдаются в последний день месяца. Значит, ты не знаешь, что поедешь в отпуск, не поедешь, вот, убедешь жанну покупать. А тебе говорят, вот еще и последний день. Вот будет последний день перед отпуском, да, вот, мы тебе выплатим отпуск. И сейчас отпуск начинается портить. После этого ты только начинаешь искать, как тебе купить билеты. Значит, мы написали вам за три дня. За три дня туда и встретила. И уж здесь мы уже сидели, здесь на красном сорне, в гостинице, и обсуждали вопрос, давайте, а раз они там свои праздники, давайте 23-й евро я поставил. 23-й евро я поставил, значит, он с Лизкой его перенесла в проект для красоты. И так, значит, получился еще один выходной день. То есть я хочу сказать, что если так дальше посидеть, пронавидировать, и даже этот учет мнения, учет мнения в такую волокиту превратился для, вот, под обновлением, что вы нам убираете, согласоваясь, в такую волокиту для начальства, что уже начальство подумает, надо ли ему это затевать. И не только волокиту. Значит, раньше было как. Ну вот не согласовали, не согласовали. Ну не получается. А согласовали, согласовали. Легко. Трудно было, что ли, согласовать с нынешними проследовательными начальниками. Да запросто согласовались. Нет, ему показалось мало. Теперь так. Теперь должен он, директор, написать бумагу, да еще обоснованиях не приложить. А это он не приложил обоснования, значит. Потом сидеть ждать. Потом проследователь ему пришлет. Потом сиди на консультации, кстати, с этим самым председателем правкома. Он разговаривает, на эту тему разговаривает. А потом, значит, правком скажет нет. И тогда что? И тогда, значит, появляется основание в случае несогласия, так сказать, оспаривать это в суде. И трудовой инспекции. Надо этому самому администратору. Чтобы вы на него... У вас нет повода вот идти в трудовую инспекцию и все дожануться. А здесь из-за какой-то ерунды, что он вам какой-то там ерундовский приказ с вами не согласовал. Значит, вы напишите на него в трудную инспекцию и будете его таскать. А я хочу сказать, что показывает практика наша. В судах выиграть очень тяжело. А вот в обвиняемых превратить своих начальников и таскать их к гаданию. Вот это очень легко. И это надежно. Вот наши товарищи могут рассказать. И он все время будет ходить обвиняемым, будет желтеть, слепнеть. Потому что, например, пишут, что он из группата, что он носит так-то с работниками, а то есть... Мы не выиграем. Мы же в суде. Но мы, если он по этому поводу, мы снова на него напишем. И так он и будет ходить обвиняемым. Потому что они думали, что они нас будут таскать, а мы их будем как-то таскать. То есть в этом смысле многое чего нам этот самый трудовой кодекс, во-первых, оставил. И не оставил не потому, что нам хотели оставить. Потому что общими усилиями мы зачастую заблокировали откровенный правительственный проект. А тот правительственный проект подкрашен, и не пришлось так подкрашивать, что в эту краску подмешалось и многое из того, на чем мы настаивали в своем проекте торгового кодекса. Но при этом надо сказать, что тем не менее условия кремного образа изменились. И наше общение, и в том числе и мое личное общение с представителями последних организаций, самых разных и очень хороших, показало, что понимание того, что здесь действительно рубеж, и что мы сейчас не готовы к новому вступлению, как правило, в общей массе. Вполне. Вот этого понимания нет. Почему мы не готовы? Потому что у нас все знали, что главным средством и оружием борьбы за интересы работников являлись коллективные договоры. Все эти, так сказать, судебные процессы, мы тоже знаем, что мы, как правило, выигрывали. Все в общественной организации, как правило, выигрывали. Но как выигрывали? Значит, вас уволили через полтора-два года, вас восстанавливали, платят зарплату, но уже нет того места или того предприятия. И уже одни, очень малое количество людей задерживались в том же коллективе, из которого их увольняли. Основная масса оставалась там, где они уже работают, потому что к этой местности 30 дней можно не ездить. Это уже полтора года таких, даже и наши люди, которые все претерпели, не могут полтора года, и они уже уйти им уже оттуда, куда они устроились, туда, где они там все только ждут, их ловят на каждом шаге, чтобы их снова уволить, а снова уволят, никто не мешает. Вот это вот, так сказать, уже мало кто хотел, мало какие партии есть. Вот почему. Мы и тогда говорили, что самое главное является это коллективные действия, связанные с чем? С коллективной программой, которую двигает профсоюз. Что мы хотим, какие права и какие льготы должны быть у членов профсоюзной организации и у коллектива на данный период. Это записывается в коллективный договор. Кто нам мешает это записать? Никто нам не мешает это записать, какие мы хотим. Другое дело, примут ли такое представление, но записать-то в проекте, что не мешает. Мы это знали, мы это делали, и потом начинается эта война за коллективный договор. С этой войной могут быть связаны судебные процессы. Например, докерам, которые всегда стояли за то, что надо меньше ходить в суды, а больше составлять коллективный договор, пришлось в прошлом году только ходить по судам. Почему? Потому что, во-первых, на ранних подступах, когда начался коллективный договор, целый ряд генерал-директоров объявили эти шаны, их, так сказать, забастовку, не забыли. Значит, им пришлось решать это. Сначала в первой инстанции, потом во второй инстанции, они все суды выиграли. И даже в верховом суде тоже выиграли. Но все это время, пока они этим занимались, как бы их приостановлено были действия, и тогда, наконец, они вышли на забастовку. И стали поставать. А как поставать? Прежде чем поставать, надо согласовать с администрацией минимум работы. А минимум работы на администрацию установлено на уровне максимума работы. Так, то есть, вот они все работают, как всегда. У них это забастовка. Ходит генеральный директор, по причалу первой территориальной компании. Вы постойте ли работать? Они говорят, постойте. Какой бы работать не согласовать? Делать то же самое, как обычно. Другое дело, что идет официальная обостройка, нельзя никого уволить, наказать и так далее. Но все продолжается так же. Весь вопрос уперся в минимум. Если нет согласия между профсоюзной организацией и администрацией, значит, надо идти в администрацию. Район, сначала. Районная администрация встала на сторону, естественно, администрации Порта и согласовала этот минимум, утвердила, на уровне, который предложила администрация. То есть, на уровне максимума. Значит, впадали до керосуд. Вот. Значит, в том числе мне приходилось заниматься тем, что найти ряд специалистов, в том числе докторов, профессоров с юридического факультета, с кафедрой хозяйственного права, я вот так вот давал, на заключение, с кафедрой хозяйственного права Санкт-Петербургского государственного сета экономики и финансов. Что нельзя давать минимум на уровне максимума. Что-то люди не понимают вообще смысла закона, не понимают смысла минимума, что они безграмотные, что это такие, что это грубое нарушение прав, работников и так далее. Все мы это дали. В том числе это было использовано в суде. И как вы понимаете, докеры, чтобы выиграть, если бы они пошли в суд, даже с этими заключениями, они ничего не получили. Они, опираясь на то, что они имеют коллективные действия, разработали вообще заявление, недовольного работника одного. В суд ведь нельзя критично обращаться. В суд может обратиться только один. И вот один догер обратился в суд с требованием отменить это незаконное решение администрации Южного района. И второй тоже решил. И третий. Все пошли там. Субравки надо брать все это дело кадров. Короче говоря, 300 человек таких. По решениям стабильного комитета. Ну и там нарастало это дело. Если бы они проиграли по этим, эти все поняли, что вот этим 300 мы откажем? Еще 2,5 тысячи. Да, еще 2,5 тысячи. И надо это суду. Все, он парализован, его работа полностью. А что это по этому комитету, приехать, так сказать, организацию? Ну, они там штампуют. Только там идут. Будет, в рамки берут, объявления. Делают, скажут, приходят, сдает, все хорошо. И потом судья подумал, у нее 300 уже процессов она. У нее норма уже. Перевыполнение. Так ей хорошо. Судья подумал, и решил, уходит уже. Потому что ей это такое развитие событий, когда там пойдут они берегицы и будут все это сдавать. Не надо. Потому что она же должна каждый рассматривать. Она их в одно дело соединила, эти 300. Решение одно вынесло, положительное. А у нее 300 дело рассмотрено. Красота. А деньги держат. И она сразу на первом месте. Скорее, не судили. Вот здесь мы рассмотрим их дело. А то они вечно не успевают. А тут как раз наоборот. Спасибо докерам Радона. Короче говоря, выиграли докеры. Это на те же. Пошли в конце года. На подписание соглашения в индексации. Привязали доллары. Людей у них, так сказать, зарплату ползает. Но вот только если она будет больше, чем 6%, тогда они дополнительные переговоры. А 6% автоматом получают зарплату. Номинанты. В свое время Алия Васильевич писал запрос такого содержания. Но раз индексацию не соглашаются сделать, то запрос был такого рода, что оправдали ли, что администрация сервизорных компаний хочет ухудшить положение докеров и понизить им реальную зарплату. Мы не знаем, я тебе чего отвечать. Но если вы не соглашаетесь на индексацию, значит, вы не соглашаетесь на то, чтобы реальная зарплата оставалась на прежнем уровне. Потому что номинальная выратительная мало, а цены ее заберут. Значит, реально упадет. Поэтому вопрос совершенно правильный. Вот такой запрос был со стороны Алия Васильевича сделан. И эти замешательства там получали, что-то объясняли, что у них высокая зарплата. Мы понимаем, что высокая. Так почему вы хотите ее понизить? Вы что хотите, чтобы люди повышали производительность труда, когда вы им гарантии даете, что у них жительный уровень будет пахать в течение года? И вы хотите, чтобы они работали, повышали, использовали технику? И тогда что вы хотите? Что вы добиваете? Мы не можем аргументировать по тому, чтобы они улучшили положение работы. Вы хотите прибыль, чтобы у вас упала? Это вы добиваете. А зачем вам это надо? Почему вы хотите подорвать экономику порта и так далее? Это полиция главнаступательная. Что я хочу сказать? Что и суды, конечно, используются очень широко, поскольку некуда было от них деться, от этих судов. Но эти суды все играли роль сугубо вспомогательной. Все эти действия были вокруг, так сказать, коллективного договора. Все это нужно было для того, чтобы коллективный договор был заключен. И такой, какой и надо. И чтобы в коллективный договор был вставлен пункт об индексации. В данном случае речь была только об одном пункте коллективного договора. Если у нас договор хороший, но получается мы там зарплаты получили вроде нормальный, а она у нас тает. Нет, давайте делаем, чтобы не так. Или чтобы тает, но не так быстро. Вот этого они дали. И вот все это очень хорошее накатанное, с принятием трудового пользования, рухнуло. Почему? Потому что, во-первых, что началось? И вот мы должны это осознать. Начались всякого рода выяснения того, что я имею право. А это выяснение того, что я имею право, имеет такой характер, что хочется сделать то, что я имею право. Я имею право, 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 так сказать, вот там по этому новому кодексу, я имею право в течение недели не ходить на работу, меня нельзя уволить, когда я нанимаюсь на работу. Так вот там сделано, дырка такая, ну спешите, ребят. Или я имею право действительно три часа не ходить на работу, это не прогноз, до 4,59. Мне сказали, нет, 59, ну сейчас все, 59 я приступаю. Имею право. Это значит, что это значит, что я имею право? Это значит, что я через суд, мою гуру, свое право установил. Больше это ничего не означает. Потому что я же не имею право, но то, что меня уволят, это 100%. Причем на месте, скажем, представителей администрации, ну они могут как рассуждать? Ну хорошо, я не имею права, они рассудят, я не имею права его увольнять. Я его увольняю. Значит, я ему вот это вот, пока он ходит по судам, зарплату не плачу, то есть он как бы мне дает в среде. Вот здесь сидит, пацан Юрьевич, яркий пример. Он дал кредит своей администрации, там чуть ли не два, не нового, денежки. С процентом вернул, но все равно, это потом. А еще будет ли, а вернет ли. А деньги, нет, на деньги были реально, они-то ваши деньги могли крутить два года. И они прекрасно понимают, что я вот сейчас уволил, и эти деньги использую. Но потом, если он меня примет через суд, я ему эти деньги отдам, даже в проценте, ну ничего плохого. Так это нормально, я вошел в банк, только не в банк, а у своего же, вот, взял проценты. Какая разница, мне еще легче, чем я в банке буду оформлять, я просто вот ничего не сделал. Просто мы не плачу, и все, и мне с процентами, а где без процентов деньги дают? Это нормальная совершенно схема. То есть мы наказали его, абсолютно не наказали. Мы его финансировали, как всякий банк. Какой маленький такой? У вас банк очень оказался такой, какой-то невыгодный. Таких банков мало. Обычно рабочие, это выгодные банки. Но вы уже тут застряли. Коммерческий. То есть, в этом смысле, конечно, рассчитывать на успех здесь не приходится. И вот что получилось. И там много других вещей, которые после кодекса. Вот все эти комментарии, которые все, за исключением комментариев Олега Васильевича Шейна, вот, у нас других комментариев нету, и Талецкого вышла такая. Вот она не брошюра, она по электронной почте. Где тоже отрывочно пока, потому что просто это сразу по свежим следам, что можно сделать там в коллективном плане. Ну, в общем, это наши материалы, которые рассказывают, что имеет право работник, и некоторые советы по тому, как им действовать. Но у нас пока еще выработаны такой позиции, как действовать в новых условиях, нет. И складывается впечатление, что вот работники должны пойти, бежать и отставить свои права опять через суд. А это сегодня, сегодня, при нынешних суда и при нынешних условиях, как правило, проигрыш, хотя иногда, может, и выигрыш. Как правило. Значит, первое, что хотелось бы зафиксировать тогда, вот, скажем, здесь, я хотел зафиксировать и в докладе от имени Порта, только где-то докер, они там всегда стояли. И это надо зафиксировать нам в решении Российского комитета рабочих, как мы считаем. То, что главной, главной в борьбе за трудовые права и отдельных работников являются коллективные действия. Вот если надо думать, пойти в суд, или подумать, скажем, не остановить, просто на 5 минут, или не затеять никакие права, даже для решения индивидуальных трудовых споров лучше коллективные действия. Причем, во время коллективных действий люди научаются согласованно действовать, у них хорошее настроение появляется, у них появляются маленькие победы. Люди, которые ходят по судам, это, конечно, страшная нервотверка. Мало кто удерживает, мало кто удерживает. Вот такие же энирансные, как Александр Юрьевич, это редкость, как шаги, ну, что это исключение, просто приятно смотреть. А я вот видел, наблюдал очень многих, которые в начале хождения по судам такие же энирансные были, в конце, и с потушенными очами, потому что это вот таскание по судам и доказывание, что вот он плохой, а я хороший. Мы даже знаем, мы не по судам ходим, как вот в просторах, а мы проходили всякие инстанции, кандидатскую учащую, только там все время доказывают, что ты хороший. Там это не судно, доказывают, все равно надо, что я хороший, я один открыл, это впервые в мире, вот, и так далее. И у некоторых после этого, когда подоказывают, то они уже с головой нехорошо становятся. Они уже считают, что они самые умные в мире, и действительно верят в то, что они говорили. Это страшное дело. Так что очень это плохо отражается на работниках, и поэтому посоветовать, так сказать, а скидаться в индивидуальном плане, что-нибудь защищать, нельзя. Почему? Вообще, что такое защита индивидуальных прав? Это война. Значит, если люди хотят провести войну, они должны посчитать. Сколько у противника средств, сколько у меня средств. Я думаю, считать долго не надо. У администрации средств. Неизмеримо больше, чем у отдельно взятого. Поэтому отдельно взятый работник, в 99-99 сотен, в случае, будет бит. Поэтому он может тогда выиграть, когда он вроде по форме индивидуально, у него трудовой спор, а за спиной у него социальная организация. Она в это играет. Она как бы вот этого вырастает. Ты говоришь, зачем вы моего маленького бьете? Я ему бьет по физиономии администрацию, так сказать. А один подает в суд, или два, или три. Когда ей нужно, так сказать, подставить администрацию, чтобы она в невыгодных условиях, в невыгодных со всех точек зрения оказалась, и можно ее разбить. И удобный для нее момент. Например, а удобный момент тоже очень важное дело, потому что, скажем, докеры не просто делали забастовки до посидения, начали бастовать и бастовать. Я забастовки больше, чем одну минуту не знаю. Вот по решению Российского комитета рабочих, они остановки делали, всякие процедуры. Пять раз более длинные, чем свои забастовки. Забастовки у них была процедура идиот. Значит, так сказать, по принципу, они для записи наматывания пишут на барабан. Вначале, значит, бумаги пишут. Если бумаги вовремя не пришлют, вот тут можно в суд. Потом, примирительная комиссия. Был случай, когда никто не пришел к примирительную комиссию. Кофе выставили. Мы сидели, пили кофе. Очень хорошо сидел. Значит, перед нами же самим выступал председатель хорного комитета. И доказывал, что мы правы. Вторая сторона не пришла. Это ее дело. А она не пришла на футбол. Команда проиграла. Проехали примирительную комиссию. Мы их сообщаем с своей стороны. Дорогой, друзья. Время примирительной комиссии закончилось. Переходим к программированию трудового арбитража. Они говорят, нет у нас никакого... Нет спора. Стояли на правильной руке. Спора нет. А если бы они убирали, что спор есть, то мы бы запретили проводить реорганизацию. Потому что во время трудового спора всякая реорганизация порта запрещена. Они хотели все распространяться, разбомбить. А во время спора нельзя. Еще и играли, что нет. Они же регистрировали. Номер спора получили в государственном органе в службе продвижения политиков и трудовых споров. У меня, значит, его руководитель был Беклобник. Как раз в университете. Зарегистрировали, получили. А те все играют, что спора нет. А уже номер есть государственная регистрация. Трудовой арбитраж. Надо формировать трудовой арбитраж. Мы свои предложения высказываем. Мы не знаем, кого нас формировать. Кого поставить арбитерным. Кто судья, кто дарит. Кто свой результат. Но администрация играет, что нет никого спора. Она никаких своих предложений не вынесла. Значит, сформировался трудовой арбитраж, который 100% теперь выиграет. Будет решать нашу пользу. Хорошо. Теперь сидит трудовой арбитраж. И вот наша сторона ему объясняет, почему он прав. Почему администрация не права. Администрация попредельно выставляет кофе и минеральную воду добавила. На второй столе. Абитраж принимает решение. Решение необязательное. Потому что сторона должна договориться. Оно необязательное. Мы тоже знаем, что делать с необязательным. Необязательное решение, это значит, что мы сразу принимаем решение, что хотя нам не нравится это решение, но это еще безобразное решение трудового арбитража. Оно вообще ущемляет догеров. Но поскольку мы за партнерские отношения, ну ладно, мы большинством в один голос голосовали, и еле-еле удалось этому стороннему компромиссу от Моисенко принять решение о том, что все-таки надо пойти на союз с администрацией и согласиться ради союза на решение трудового арбитража. Теперь, значит, позиция администрации. Теперь остается, значит, так. Во-первых, ей надо уже не признавать бесполезное. Тот, кто не признавал, его прогнали, собственно, управляющей компанией. Скажите, ты не нашел общую результат с тобой. Ушел. Быстенько выставили прямо от управляющей компании, своего представителя, и быстро подписали соглашение. Вот. А почему подписали? Потому что, значит, тот, кто, значит, откажется от выполнения трудового арбитража, тот источник забастовки. Через следующий шаг будет все. Забастовка. Встанет вопрос, кто, причинно, так сказать, кто источник этого, вообще этого нераманного, конфликтного состояния, напряжения социального, ну кто, администрация, она не выполняет решение трудового арбитража. Вот докеры долго колебались, но докеры сошли возможно, а эти нет. Те поняли, что их загнали в ловушку. То есть, всякая такая вот борьба, войну. Теперь спрашивайте, сколько времени должна быть забастовка? Ну, администрация обычно хочет посмотреть, а у нас с рвом, прийдет с вами разговаривать, провести забастовку. И вот интересно, значит, забастовка. В 6 часов утра, там, 7 сентября, в 2000-го года, все представители, представители администрации на всех районах, сидят, что будет? В 6 часов утра, все остановилось, весь спорт остановился, все. Все, сзади. Через минуту выбирается фортовый комитет и решает приостановить забастовку. Зачем приостановить? А зачем она еще нужна? Все. Уже забастовочное состояние есть. Теперь вступает в действие пункт 15-й закона о разрешении коллективных трудовых споров. Как только придут, много-много кораблей придет. И будет очень неливо. За 3 дня, достаточно, мы просто убедились в администрации, будет такая забастовка, к которой администрация всем не подготовилась. Слушай, как это она подготовилась? Подумаешь, они же все готовы, час, мы, а что вы будете? Тут и не будет. Вот и одна минута. Все. И, конечно, что получил, все подписали. Они в микроке все понимают, зачем мы эти потери. Они все считают деньги, так нам это такие потери не будут. Все подписали. И так каждый раз. Вот сейчас. Вот я буду об этом говорить, какая нам даже ситуация. Но я хочу сказать, что первое, следовательно, что мы должны фиксировать для всех, что не надо нам сейчас, после понятного кодоса, если раньше один человек, поле не воин, был в трудовых отношениях, и практически, так сказать, редко кто выигрывал. Если выигрывал, то очень многое при этом проигрывал. Можно сказать, что всякий выигравший, сколько еще он не проиграл при этом. При том, что он выиграл, в принципе, зарплату, процент и так далее. То теперь это усугубилось многократно. И поэтому самое главное, что нужно сделать, если у тебя профсоюза нет, вот нам приходят иногда фонд рабочая академия, что мне делать? У меня кто-то, я говорю, у вас есть какая-то организация в профсоюзе, ничего не делать, идите, так сказать, и ничего вы помогать не могу. Это бесполезно. Бесполезно. То есть мы не совет, денег у нас нет. Если у вас нет сторонников, которые соорганизовались для борьбы, ничего, и даже и советовать, мы вам ничего не можем, это бесполезные ваши эти условия. Если вы хотите, ищите для сторонников. Ну как, вот всякий, кто хочет провести какую-то маломальскую, так сказать, победоносную войну, должен собрать армию. Но есть вот один полководец, который, значит, выходит на белом коне с шашкой, и у него никакой армии нет, нужно воевать. Есть такие, что у нас, к сожалению, среди представителей трудовых коллективов, которые сами думают, что они правы, ну что вы можете сто раз правы. Сто раз вы правы, но если я прав, а у противников сил гораздо больше, надо ли начинать войну? Скажем, товарищ Сталин, пока не разбил Гитлера, с японцами не воевал. Если бы он воевал с японцами, хотя они такие же нехорошие, у них там блок с Гитлером, у них там ось и так далее, и что из этого следует? Мало ли сколько у меня врагов, так что я с этим, принцип должен быть другой, поймай одного и бей. Одного. Что другие боялись? Одного и доска его. Скажем, в порту есть один человек, которого мы называем всегда отрицательный ход, представитель администрации, директор, директор по координации операции, называется я должен, Джусупов. Он всегда выставляет на переговоры, он всегда цепной пёс администрации, так сказать, и управляющей компанией ведёт поломным образом, но он у нас там в газете фигурирует докер, то он от директора по координации провокации, то по дезорганизации организации и так далее. И так и эдак его. Или с ним небезызвестный, так сказать, который член администрации там и так далее. То есть что-то мы про него не пишем, но его одного. И дальше все расхватывают и читают, что там про Джусупов написано в газете докера. Потому что все знают, что то же самое могли бы написать, а не про Джусупов. А хотят другие, чтобы и так полоскать? Не хотят. А зачем иметь два врага, три врага? Надо было, вот, я скажу, замечательно администрация, один человек вот там мешает. Он неправильно проводит политику администрации. На этой администрации хорошая управляющая компания хотела с нами договориться, а вот из-за этого вот идиота всё проводилось и так далее. И вот ему полоскать и полоскать бесконечно. Это правильная тактика. Тактика, вот он один. Нас вроде много, и мы вместе с администрацией дружим. А вот этот вот негодяй всё нарушает. Уберите, этого негодяя второй? Ну, второй уберите. Но пока вот этот есть, вот его колодец. То есть, если мы говорим о борьбе за права и интересы работникам, так надо, когда эти законы борьбы изучать, во-первых, у тебя сторонников должно быть много, а противников должно быть мало. У тебя должна быть большая сила, а у них, если сила есть, она должна быть раздробная, чтобы они расходились как-то, не соединялись, не сплачивались, не надо их объединять. А если я всех против всех сейчас выступаю? Все плохие. Ну, все плохие, все пойдут, у меня сейчас растопчат. Это очень нетрудно. Нет, наверное, все хорошие, вот это плохие. А завтра выяснится, что вот рядом все равно тоже плохие. Ну, это когда вот эти, с этим будет все закончено. Вот, значит, если первый вывод, что мы должны нацеливать всех на коллективные действия, то второй, прежде чем вообще вступать в какую-то борьбу за свои права, надо собрать свою армию. То есть, надо иметь организацию, организовать и действовать организацией. Профсоюзом, ну, кроме профсоюза, никакой другой организации. Ну, если есть партии, которые помогают, спасибо, и партии тоже. То есть, через партию можно сделать. Политики там, есть у нас депутат, значит, тоже можно его в таких случаях подключать, когда у нас делают запросы. Еще не было ни одного случая, чтобы Олег Васильевич Шейн оказал в запросе по важному вопросу защиты интересов прав трудящихся. И даже мы еще плохо используем эту армию. Следующий момент. Значит, если я начинаю борьбу, имея с плечами армии, но у меня нет никакого плана операции, я выигрываю, не выигрываю. Не выигрываю. Значит, вот у нас есть хорошие очень люди, в том числе очень известные, в том числе очень достойные и уважаемые, скажем, вот мы разговаривали недавно только на съезде профсоюза защиты с ГАМО. Он говорит, ну, у нас профсоюз маленький теперь, он очень хороший профсоюз, наверное, владик. Профсоюз защиты очень хорошей. Но у нас же меньшинство, мы по этому проекту коллективный образ составлять не будем. То есть, как бы вы ни будете составлять, что вы хотите, что выражается выражением интересов и прав работников всего этого института. Ну, во-первых, плохо тот солдат, который не хочет стать генералом, плохо тот маленький профсоюз, который хочет стать большим. И как он может стать большим, если он не выражает интересы всех работников? То есть, проект-то должен быть хорошим, который выражает интересы всех. И вот почему первым непременным условием успеха коллективных действий должно быть составление коллективного договора. И вот для этого нет никаких препятствий. Никаких препятствий, пусть нам не рассказывают, что кто-то нам мешает составить коллективный договор. Принять нам могут помешать. Но составить, извините меня, я не сяду и составлю. Ну, кто может мне помешать? Мне нужно для этого пачку бумаги, чернила или одноручка. И что еще? И то, что я буду опираться на то, что есть. Вот, скажите, наберу всяких проектов и начну сяду и буду составлять. А если они сяду, то у меня умственная лень. И больше ничего. Не надо эту умственную лень выставлять в то, что, дескать, нам не дают. Я хочу сказать, что вот эту штуку мы видели не только среди профессиональных округов, но среди нашего состава научных работников есть деятели, которые говорят, мне не давали в этом, при том режиме, писать книгу. Я говорю, надо же, вы писали, вы купили бумагу, начали писать, у вас отняли, ручку сломали, вам не давали. Вы бы написали бы сейчас, я бы дайте ее сюда, я сейчас издам. А у меня нет. У вас нет, значит, у вас здесь нет, и в столе поэтому нет. А у кого здесь было, того уже написано, кто-то, в целом и публиковал. Все хорошее, публиковал. Все. Все. В самые страшные времена и самые реакционные, все написано и публиковал. И Марс Капитал издал, предпоконим. И путешествие с Петербургом в Москву было изданно, при царице, которой это все очень не понравилось. Ну, изданно. А потом после смерти обычные матери и сильные произведения. Всегда более слабые публиковаться. И это общий закон. Потому что идея приходит тогда, когда есть материальные условия, влевется существование. Всего отставания идеи от материальных условий. Поэтому рассказывать себя убоюзливать или спасать себя, ну, как всякий автор, он ищет лазейку. Как не делаться? Это я знаю, по себе. Как не делаться? Так вот не надо искать лазей, надо писать, надо знать это, что хочется опять, не делать. И составить хорошую картину игрок. Что значит составить? Конечно, я первое, что напишу, я потом уже пойду обсуждать. Сначала, с кем? Ну, не с администрацией. Что значит составить? Политивный договор. То есть я вот этот проект, первоначальный, должен пойти обсуждать. С одним, вторым, или вообще, желательно, со всем коллективом. И сначала привлечь на свою сторону свою армию. И не суваться никакую администрацию, не требовать никакого начала коллективных переговоров. А у нас сегодня горячие головы. Давайте начинать коллективные договоры. Зачем вам это надо? Начинайте. Зачем? С чем вы будете переговариваться? Что у нас есть в руках? Ничего. То есть, значит, первое условие, это составление коллективных договоров. Второй пункт. Как составить хороший коллективный договор? Я думаю, что для этого надо, ну, не считать, что я вот, пункт земли, и я с нуля вот начну, и всю математику, вот, теорему Пифагора, и теорему Верхстрасса сейчас передокажу, просто не заглядывая никуда. Такого не бывает. Чаще, скажем, ученые знают, что первое, уже от кандидата требуется, ты сначала изучи, что по этому праву, а потом немножечко вот своего внеси, и будешь кандидатом. Ну, от доктора требуется, чтобы он вообще знал эту область и новый автор. Но если бы он новое открыл, а не знает эту область, то скажет, а ты закажешь, что это новое. Все, открыл велосипед, и ты хочешь докторскую диссертацию. Так у нас есть деятели, которые хотят вот честь и составить коллективный договор. Зачем? У нас есть, какой у нас самый лучший коллективный договор сейчас в стране? Мы не знаем, мы-то прекрасно знаем, у докеров самый хороший коллективный договор. Самый хороший. В каком смысле самый хороший? В том смысле, что он для них хороший. Но, как показала практика, он вообще хороший. Потому что, скажем, в Санкт-Петербурге создалась, при нашей поддержке фонда рабочей академии, профорганизация судебных приставов. Они взяли, кресили договору докеру, ну, выкинули там, где написано докер, и поставили судебные приставы. Потом понятно, грузы и поставили там дела, которые они должны исполнять. Правильно? Ну, там тоже много, мы же пошли, сколько делать. Там тоже перегруз идет у них, они получают полторы тысячи. Хотя начальство у них там получает 7% от конфискаций, банков и так далее. Так что там они там где-то как сурмазки касаются. А рядовые приставы, они там в жаржалком состоянии. По ночам бегают, там еще и бьют. Ты придешь, там будешь исполнять, с холеменщиками они там воюют и так далее. То есть, что там только нет. Короче говоря, составили проект активного договора. И тоже хотели сунуть самостоятельной администрации. А профсоюз там второй есть, который, как мы все говорим, вот там, НПРовский, который поддерживает администрацию. Во всем, почти. Федотов, Константин Алексеевич, посоветовал Мальцеву, председателю профсоюза, судебный пристав, идти в этот плохой профсоюз. Иди с ним лиговаривайся. Давайте общее дело. Но те сначала, не, мы не будем, это уже наступательная позиция. Кто идет? Идет Мальцев с готовым проектом. Приносит туда. Те говорят, нет, мы свой будем делать. Ну, посидели, прошел месяц, стрелись камни в саду. Вот опять идет, ну, мы будем вообще проверить. А те, ну, куда? Прилаксу нету. Тогда договорились так, давайте так. Там, где вот, разногласия у нас по такому пункту. Там мы пишем, для судебных приставов так, а для членов той организации вот так. Это плохо или хорошо для нас. Да хорошо. Там сразу для всех видно, что для судебных приставов лучше, а для тех хуже. Давайте, это очень здорово, давайте. Компромисс. Да какой компромисс? Да никакого компромисса. Для судебных приставов то, что я написал, а для остальных, кто похуже. Давайте. Подписали. Пришли в администрацию. Ну, администрация там, ну, мы поднимаемся, опять там, Мальцев начал тут, конечно, в прокуратуру, писать в Рострудинспекцию, там, куда-то он их письмами просто, ну, судебный пристав, он умеет травить, так сказать, он его и делает, собственно, в бумаге пишет, но только теперь на Главное управление юстицией все время пишет на начальнице, который представляет работодатель. Те пошли, вдруг Мальцев, перепуганный, мне звонил, говорит, Михаил Васильевич, страшное дело, а что вы, администрация рассылает мой коллективный договор, проект во всем отделе. Я, говорит, не стал подписывать, как-то что-то не стал, ну, как радуюсь, ну, на них посмотрите, ничего же нет у них, их надо что, или кого-то заставить, или кому-то деньги большие дать, и вообще они лентяи, лентяи, ничего у них нет. Короче говоря, вот сейчас, еще не садятся второй, они уже посидели немножко, так они не хотят дать на эти приковоры, но, скажем, может получиться, время пройдет, и будет только один. Все, вот протокол разнагаза, пройдет, вот это все. Потому что, что вы вначале подали, то будете в протоколе разнагаза. Если не совсем не согласились, значит, уж если потом идти на коллективный договор, вот по всей вот полной программе, что вот они не хотят, а своего ничего не дают. Глухая оборона администрации, а администрация, это, уж совсем, а? Три месяца закончится, что-то подписывается, а администрация-то, нет, так они могут сказать, что мы не совсем не согласны, и поэтому они там, ну, что-то, может, листок, может, напишут, но у нас в протоколе-то будет, что они листок, а эти вот это. То есть просто в весь протокол разнагласить, войдет весь текст коллективного договора, где-то хорошее начало до коллективного трудового спорта. А РБК, они там не слабые, не думают, что мы найдем где-то менее слабые, более слабые протоколы. Это главное управление, естественно, сам в Петербурге, Ленинградской области. Вот, ну, вот, скажем, на сегодняшний день. Но это они сделали раньше, нам надо снова переделывать, потому что, вот как мы выяснили на семинаре, на свете процедуры защиты, товарищи некоторые полагают, что вот у нас есть хорошие договора, их много, сейчас мы сядем и используем. Не сядем и не используем. У нас вся, так сказать, база коллективных договоров на сегодняшний день, прямо вот в готовом виде, она в содержательном виде пригодна. Пригодна. Но в готовом виде пригодна почему? Потому что там же было согласование, а теперь у нас учет мнения. Там был один кодекс, сейчас другой. Если сейчас будет корректирован договор о согласовании, это улучшение. А по законодательству, если у коллективного улучшает законодательство, то есть... Мы понимаем, что если мы везде напишем согласование, мы везде его нас и угодно. Ясно, что надо думать, как, где написать, как, где согласование, где учет мнения. И на сегодняшний день я, вот, скажем, как, ну, так сказать, президент фонда рабочей академии, который, так сказать, по положению должен, так сказать, анализировать то, что есть, я могу сказать, что на сегодняшний день вот то, что отвечает требованиям проекта коллективного договора, который соответствует новому коллективу и отвечает нашим интересам, и так сделано, чтобы выиграть в случае начала переговора, в случае начала переговора. Пока мы имеем вот хороший проект у Докеров, и, соответственно, вот на его базе сделанный проект коллективного договора «Красная сон». Мы имеем проект там лихтеров, но он очень, так сказать, узкий, то, что Олег Васильевич сделал в своей брошюре, он быстро был сделан. Поэтому, я думаю, что вот все, чем мы располагаем, я не буду говорить, у вас есть, принесите, пожалуйста. А что у вас, принесите с собой? Это самое, это место, Арсан Юрьевич, куда надо нанести с собой? Валентина, куда их еще нанести? Вот их надо и показывать. И хорошо, потому что это нам просто нужно эту базу иметь, потому что сейчас нам нужно быстро, быстро сделать. Я думаю, не внушаться, вы не спали, а опираясь на лучшие договора, которые есть. Теперь, каким требованиям нужно отмечать? То есть, дальше, вот если мы имеем в хорошем составе рецентроговора, понятно, надо посидеть над этим делом, сделать и учесть специфику своей организации. Ясно, что если мы берем у Александра Юрьевича Аргунова по железнодорожникам, а у меня не железнодорожники, а летчики, значит, нам надо все там что-то поделать. Так просто ведь не судят. Николай Юрьевич, у вас еще много? Не много, я уже на снижение пошел. На снижение? На снижение. Оставьте Петрову на неноску. Вы же нас не ограничиваете. Да. Правильно? Правильно. У нас, вы знаете, как вообще стоят? 40 минут. Рот закрыл, рабочее место убрана. Итак, следующий вопрос. Когда надо составить этот колесион договора? До начала переговоров или в ходе переговоров? Значит, сегодня, когда ограничен срок, прямя месяцами, вылезать вообще в какие-то переговоры, не имея составленных колесион договора, это значит себя ослабить. У нас и так все равно соотношение сил не всегда в поле, а можно сказать, всегда не в поле. Поэтому, если мы можем выиграть, ну, как в борьбе сам, там выиграет не сильнейший, там выиграет умнейший. И тот, который рассчитал тактику. Так и здесь, на коллективных переговорах мы можем выиграть, если мы не будем ломить просто. Думаю, что мы будем ломить, и вот мы выиграем. Ничего подобного. Нужно приготовиться. Значит, надо выйти на переговоры, имея в кармане коллективный договор. Готовый. Вытащих, так сказать, на первом засчитании, или на втором, когда скажешь, ну, давайте обменяемся. Давайте подумаем, какие у вас предложения. Вот у нас предложение мы внесли. Предложение по комитету договоров. Текст включить, весь текст. Можем такое предложение внести? Может. Вот мы внесли. И сразу бы поставили администрацию в положение глухой обороны. У них этого нет. А если есть какой-нибудь там ублюдочный, который они в прошлогоднем сделали там, значит, я знаю, что предложит там теперь Дмитрию Васильевичу, значит, снабжать дровами при наличии дров. Что там на них, может, написано администрацию. Значит, до Борисова, как показал опыт докеров сейчас, у них 5-ти визорных компаний сейчас. И на 6-й компания, в лесном паркурсе, идет подготовка к объявлению о том, что там тоже есть профорганизация, но они не объявляли, пока не объявляли больше половины. Потому что там иначе кое-кого сомнули. То есть, как бы нелегальный предел. В 5-ти визорных компаниях, ну, один проект сидел, у нас один Васильевич сделал, потом обсуждали на фортовом комитете, потом они сделали как-то, переделали для каждой компании свой, теперь для каждой компании отдельно свой заключается. 5 коллективных договоров проекта всединили. После того, как это было сделано, после этого, в эгое горит на догер, поседали фортового комитета, мы седали, пишут статью. Да, вот, конечно, безобразный у нас сейчас коллективный договор, который есть. Безобразный. Но он нас не устраивает, под таким, под таким позициям, того там нет, того там нет, этого нет, всем ясно, что мы такие-сякие, зря у нас упустили возможности, пошли на уступку администрации, В общем, надо бы, конечно, заключать новый договор. Администрация хочет начать. То самое Уступов, по которой вы живете, так рвется, значит, потребуется, чтобы пошли переговоры по заключению нового договора. Но все прекрасно понимают, что неизвестно, что это будет, и докеры не хотят этого нового пока договора, потому что не факт, что им удастся в нынешних условиях получить хороший полный доктор. Поэтому они хотели сохранить пока старый. Но пишут, что раз уж мы договорились с нашей родной администрацией, то ради этих святых партнерских отношений мы пока не будем выносить. Но у нас есть в каждой компании уже. Мы готовы. Договор и 30 приложений, которые неотъемлемы в самой части являются. И эта вся администрация знает, что они будут таскать по полной программе потом. Начнется коллективные трудовые споры в каждой компании, там без этого не обходится ни одно заключение. Потом опять покажется на посту. Все суды в прошлом году проиграли. И администрация тоже сидит. И вот там такой равновесие. Сидят докеры, у которых в пяти компаниях пять проектов коллективного договора. И администрация сидит. Ими еще старое действие договора. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Как только срок его не течет, могут предложить его продолжить на три года. Согласятся? Хорошо. Нет? Ну торопать хотим. То есть проект коллективного договора должен предшествовать. Ну и какая тактика? Что нужно еще напихать в коллективный договор, чтобы уходить переговоры? Нужно еще после того, как он хороший будет, потом его надо немножко испортить. То есть напихать туда в разных вариациях, в разных пункт должен быть в разных вариациях, в разных местах рассовывать. Чтобы можно было на переговорах, там в компромиссном объективе сидит, товарищ Арканновск, как работодатель. Я говорю, ну ладно, я сдаю три пункта. А вы, товарищ Арканновск, мне тоже сдайте три пункта. Он, главное, там смотрит, нет, три не могу, два. Ну давайте два, я два учеркиваю. Так мы с ним в течение трех месяцев туда-сюда таскаем веревку, пикируемся. В итоге это в конце подсчитывали. Мы сдали 200 пунктов, а они сдали администрацию, она сильная, она только 30. Ну ладно, что делать, у них сила. Потом посмотрели, а у нас было эти 200, и умерли еще 300. То есть из-за следующей были пункты, мы их задали, но ничего не сдали. То есть то, что они на них тоже не читают, не тяят, там же надо сделать его достаточно объемным, не надо делать его прозрачным. Вы прозрачный не хотите сделать, чтобы там финансов были взлежные. А вот разговор-то надо сделать, хорошие там обстоятельства, а им лень читать. Будут читать только вот некоторые люди. Короче говоря, если мы ведем борьбу на переговоры, так надо и с кем мы ведем, и как ее вести. Это вот последний пункт, который я хотел бы подчеркнуть. Ну и так, чтобы она наступательная. Значит, если мы по каждому пункту будем их изматывать, то он потом это делал надоест, и к моменту истечения трех месяцев нам уже не подписывать. Иначе тут опять есть некий плюс в новом кодексе. Значит, протокол разногласия, который будет подписан, является началом коллективного трудового... И может служить началом. То есть, если мы захотели, то мы можем начать коллективного трудового. Надо вам это? Вообще администрация, это как правило, не надо. И чем ближе к этому окончание трех месяцев, если мы катимся с этим валом, с хорошим коллективом, с проектом коллективного договора, за каждый пункт, которого мы делемся и доказываем каждый день, что вот это вот так, а вот именно не так. Причем эти три месяца, извините, пожалуйста, освободите от основной работы с оплатой посрединного, в соответствии с законом, коллективным договором, соглашением. То есть они эти три месяца платят этим людям. Заплату всей этой комиссии, а эти все сидят и язык оттачивают в разговорах с администрацией. Значит, если мы это проделаем, то мы получим в итоге основание для начала коллективного трудового спора и можем начать его проводить. Если у нас удобное место, время для забастовки, мы пробастуем одну минуту. Если неудобное, то мы коллективным трудовым спором объявим, проведем примирительную комиссию, получим право на законную забастовку, уведомим, обсудим вопрос о минимуме работ. Так, обратимся, если надо, в суд там, будем их, так сказать, тянуть. Они больше всего не любят этого. Они обычно тянут все и живо, и работают. А то, значит, профсоюз-то коллективно затянуть, это же никто тут не пострадает из-за работников. И тянуть из них и эту резину, пока не будет начала забастовки. Будет начало, сколько-то пробастовать, там, 2-3 минуты, 5, там, как режим. И дальше подвесить все это в состоянии приостановки. А приостановить на сколько можно, на сколько хочу. И дальше вот они будут все время сидеть в забастовочном состоянии. В забастовочном состоянии никаких структурных изменений делать нельзя. Уволить никого нельзя. Если надо, с исками налагать нельзя. Ну, и что, мы перевели в другой режим. Вот это предприятие. Это предприятие находится в другом режиме, в правовом. То есть, льготы для работников здесь расширены. Ну, и хорошо, будем этим им пользоваться. А в нужный момент, еще там, 5 минут или 10 минут пробастуем, или час. Это уже зависит от того, как нам там покажется. Вот у меня все. Так, вопрос, пожалуйста. У меня на такой вопрос, кассики, я исходя из того, что по трудовому кодексу мы знаем, что больше 50% может организации заниматься самоколлективный договор, занимать коллективный договор на предприятиях. И вот мне такой вопрос, как раз по забастовке. Администрация сейчас принимает такие самые пункты, которые сам есть, колл-договоры выполняются, значит, мы обязуемся сам не проводить забастовки. Как вы считаете, правильно этот пункт или нет? И как его можно избежать? Я хочу согласиться на опыт докеров, имени которых я вот сейчас выступаю. Они тоже похожи на пункты, почти такой же. Но он будет так. Мы, если администрация выполняет коллективный договор, мы обязуемся не бастовать по тем пунктам, которые включены в коллективный договор. Они это писали? Да. По тем пунктам, которые включены в коллективный договор. А чем я буду бастовать, если они выполняют? А по тем пунктам, по которым не включены в коллективный договор, молчать. Потом говорят, а что вы? Вы же договорились с вами. Так мы договорились по тем пунктам, которые включены. А вот индексация-то не включена. А вы говорите, давайте компромисс. Какой же компромисс Петрович говорит? Какой компромисс? Вы нам индексацию, какую-то там грошу, а мы вам свое святое законституционное право на забасток. Да вы что, с ума сошли? Это же принудительный труд хотите от нас потребовать. То есть я не могу остановить работу тогда, когда вы нарушаете мои права. Нет, извините, это никогда не будет. А вот если мы подпишем с вами коллективы, туда вставим, мы опять их нагибаем туда. Давайте вставим туда. И по тем вопросам, которые вы выполняете, мы не будем. Все, это нормально. Ничего плохого в этом нет. Но строго только по тем вопросам, которые включены и которые выполняются. А если вы не будете выполнять, мы тоже будем доставать. Интересно, вы записали, а я не выполняю. Пожалуйста, Афьян. Вы слышите, вот хотя бы какую-то приблизить ту оценку. Каковы по вашей оценке затраты или времени в человеке днях, или может быть в каких-то единицах на подготовку вот этого проекта коллективого договора до того момента, как надо было. Ну, если, понимаете, посидел бы и просто сидел бы целыми днями и почти чем не занимался, может, он там за неделю бы это сделал. Совершенно спокойно. Но учитывая, что это работники, которые, если их все время отпускают, они должны укладывать вечером, на субботу и воскресенье, ну пусть на это уйдет два месяца. Пусть на это уйдет два месяца. Но после этих двух месяцев он будет готов к вооружению. Вооружен полностью. Поэтому на вооружение, на подготовку армии, ну всегда, вот при любых боях, сколько времени уходит на подготовку операции. Крупный, надо для подготовки наступление. Полгода, год, три месяца, два месяца, ну и тут так же. Тут же у нас ситуация такая, что мы в этом отношении слабые, поэтому нам нужно посидеть, ну пусть уйдет два месяца, ну три. Но я думаю, что за три вот точно можно сделать. А у нас уходит годами, и люди не заставили ни одного коллективого договора. Годами. Не потому, что нет времени, а потому что они себе задачи не поставили. Если человек себе задачи поставит, он сделает. А потом ему не захочется три месяца, он потом сядет и сделает быстрее. Потому что на самом деле, опираясь на то, что уже есть, конечно, можно сделать. Потому что вот догеры сейчас сделали, им нужно было заново сделать то, чего пока никто не делал. Это, конечно, у них ушло от времени. Они только что сейчас уже дохнули, вот сейчас они уже чувствуют себя нормально. А к ним не подходи было вот это все время, то, что они готовили. Они ни на что не отрывались, ни с кем, так сказать, практически не контактировали, никуда не ездили, только этим и занимались. Они этим занимались только около трех месяцев. Но они-то теперь сделали, и мы теперь можем по электронной почте любому послательному берите его использовать. Или вот, скажем, если у вас красный сорт был аналогичный, берите его и переделывайте для своего предприятия, как и наше. А это общий требование рабочего класса России. Почему не можем так ставить вопрос? Это общий уровень, который мы хотим сделать примерно одинаковым в России. Мы хотим добиться солидарности всех. Поэтому кто-то сделает хуже планку, чем у докеров, чем у красном сорт и так далее, он штритбрейкер. То есть это не вопрос о том, что почему это я буду брать чужой. Это вопрос о том, чтобы мы взяли планочку. Ну, для начала переговоров-то всегда нужно брать. Даже у вас планка наездили, платили 200, получали 150. А если вы будете платить 150, вам, возможно, и не дадут. И 150 отдают 120. Ясно, что вам надо планку высоко ставить. Но все равно с учетом, конечно, своего предприятия. Нельзя просто схватить другой полдоговор и так делать. Надо взять там то, что общее, сохранить и начинить свои. Чтобы он был свой родной. Вот это что нужно сделать? А свое родное, это все вы знаете. Кто не знает, что нужно на своем предприятии? Все знают. Но это надо написать. Потому что пока не напишешь... Ну, вот Гегель говорил, что понять, значит выразить в понятиях. Это только иллюзия, что я знаю, что надо моему коллективу. Пока я не написал, я не знаю. Не знаю я. И вот от этого такого зазнайства надо освободиться. Не знаю я, потому что как написано на листе, я знаю. Поэтому я сразу говорю, вот у вас есть, давайте сюда. Нет? Как говорят, я разу его поймал. Мы все сюда поджарим, сюда поверим. А так? Знаете? Это многие там показывают. А потом оказывается, что он очень крупную ловил. Значит, крупную мелкую отпускал, а крупную майонетную баночку складывал. Михаил Алексеевич, вот вы, так сказать, три месяца докеры готовили. Это вот они как, вечерами урывками или не отрывались? Нет, не урывками, не отрывались. То есть, на самом деле, 8 часов, 9-10, месяц нормально. Ну, по 10-8, почему? Вначале он кончался на правового отдела. Это его прямая работа. Один. Прокома докеров один. Он сидел и вырезал. Как только он его приготовил, вот три месяца вошло обсуждение со всем спортовым комитетом. Учет всех замечаний, подготовка проектов по каждой инстимидорной компании уже с учетом. Там они разные, там разные генеральные интерфера, разные условия, разные грузы. Скажем, есть контейнерный терминал, который с контейнерами работает только, а есть, скажем, насыпные грузы. А есть угольный порт, четвертая инстимидорная компания. Ясно, что там разные. И этот вот весь процесс, ну, они за три месяца, они сделали проекты по всем. И сегодня сидят, скажем, сидят вот здесь запазы эти камни. И говорят, хотите, давайте не будем проводить регаллур. С приложениями. А с приложениями это вот такая брошюра. То есть вот книгу как написать, понятно. У них просто много приложений. И этого никто почти не видел. И я вот у меня кто-то стащил эту книгу. Большая редкость. Потому что сам коллективный договор мы печатали. Он у нас есть в газете, там, старый. Мы их раздавали. А вот такую, значит, брошюр написать, это, конечно, очень большая работа. Причем, но за часть он был. И, в принципе, здесь тоже. Можно разделить эту работу. Скажем, вот вы сделали коллективный договор достаточно быстро. Потом отдельное приложение, которое тоже записано в коллективный договор, является неотъемлемой частью. И делаете постепенно. Вот когда все это сделали, вот с этим ворохом, вы ходите на переговоры, чтобы лопнули глаза в администрацию. Вот первое, что вы говорили, а ошарашка. Вот первое впечатление, вот Дмитрий Васильевич раз рассказывал, принес он в дамы все это, только вот спасибо, хорошо. А что он может сказать? Ему принесли готовку. Ну не бери, а что он может противопоставить? У него уже ничего нет. Хотя мы знаем такие фокусы, мы по стежурному комбинату знаем такой фокус, когда администрация после заботовки, профсоюз, который организовал, быстренько сверла свой коллективный договор, пока не расчухало это дело сделать профсоюзная организация, собрала СТК и опираясь на то, что это может заключить сегодня коллектив, на конференции провела удобный ей коллективный договор и ликвидировала профсоюзную организацию. То есть профсоюзная организация, которая не участвовала в процессе коллективного договора, она оказалась в стороне и распалась сама. Ну а чего, собственно, я к ней пойду? То есть он какие-то мелкие блага туда вставил, директор, Это невозначительное повышение зарплаты, который потом забрал. Но он провел через конференцию, он отец родной. А после этого организация не успела подключиться, все. То есть тот, кто инициативу проявил, тот и выиграл. То есть это довольно редкий случай, но это просто потому, что администрация, как правило, не знает этого, не умеет действовать. Хотя она могла бы выиграть очень здорово у наших людей. Очень здорово. Но вот, к счастью нашему, это очень редкий случай. И не знают они законов, и знать не будут. Потому что они считают, что пусть у него есть цепной пес администрации в лице юриста. И они будут левой ногой что-то делать, а Юрий будет объяснять, что это все по закону. И только в суде выяснится, что, оказывается, он абсолютно не знает этот закон и получил по федеранам. Но это уже в суде выяснится. Но надо, чтобы и в суд шли вот так систематично. Вот идет этот процесс, и все там справа и слева, кто полезет, или кого-то там пытается прижимать или увольнять, и всех наказывать опять-то, про союз, через суд. Тогда это все будет у нас органично. То есть мы используем главную форму и все остальные побочные. Ни от чего не откажемся. Рострудоинспекция, прокуратура, суд. Но мы это, так сказать, в ходе единой большой операции делаем. А если мы просто ходим в суд, в Рострудоинспекцию, вам будут письма писать и отказывать. Причем сто процентов, что, так сказать, основная масса бумага будет отказываться, что не выявила, нет оснований для прокурорского реагирования и так далее, и так далее. Что это вы не по тому вопросу обращаетесь. Там люди пишут у них там какие-то образцы как бы ссылать. Как мы коллективные договоры можем по образцам, так пишут письма по образцам. Там отражатель стоит, чтобы вашим письма отсылать образцы. Тому начальнику, на которого вы написали. Еще вопросы? Не вопрос. Как раз к тому вопросу, что я не знаю. Дело в том, что два месяца, три месяца не важно. Важно, чтобы про этот коллективный договор узнал, как можно больше работать. Как они могут об этом знать? Вот если вы напишите, даже листочки просто возьмете и напишите, какие вопросы, то есть те попроси, какие вопросы вы хотите, чтобы вы начинали про какие-нибудь договоры. Каждому работнику раздадите. Не важно, в вашем обсуждении, в вашем, вообще ни в каком. Вот что ты хочешь? Каждому по трехкомнатной квартире, лучные планировки с евроремонтом. Ладно, пусть будут. То есть, ну, человек, если там глупо или просто ему, ну, а кто-то пушкнется, он напишет так. А кто-то вот о своем напишет. И потом вот эти предложения взять, вот обработать это все, это да. И это уже делает профсоюз. И потом дальше. Вот этот профсоюз, ну, новый там, допустим, нормальный, свободный, я никак его не назовусь. Ну, то есть профсоюз, который действительно делает гену, действительно реальную работу получает. Но он меньше старого того, да? Ну, не важно, что не появилось, или нет. Меньше. То есть, те заключили с работодателем коллективного договора. Что-то там есть, конечно, хорошее, что-то там вода, что-то не вода. Ну, там есть и хорошее, многое, потому что им самим там. Ладно. Работодатели его не исполняют, в коллективном договоре. Те за исполнение не следят. А если вот новый профсоюз, который маленький, пусть, скажем так, маленький, будет следить за исполнением, добиваться, чтобы исполнять, ради Бога, распространяйся на всех работников, чтобы начали на профсоюз. И это уже хорошо. То есть много чего интересного. Будем считать, что это первое выступление по... Очень хорошее. Я думаю, что это маленькое... Ну и что, что не подпишем, но сейчас по новому закону комиссию от состроенработников, представителей своих, он может выдвигать и обязан, и где-то записано, то есть, это, включить. Пусть одного человека в комиссию, от маленького профсоюза, но обязан, включить по закону. Можем, на Октябрьской дороге, может, если у нас в профсоюзе 200 человек, а работает на Октябрьской дороге 120 тысяч человек, но мы своего представителя туда включаем, и ничего не страшного, все очень хорошо. И следим за исполнением, самое главное. Для своих членов профсоюза, а для остальных не надо. Второй тур. Вы даете им теперь проект. Кто, значит, тот, кто сдал, тебе предложения учтены. Он уже не со стороны пришел, а они уже, так сказать, на основе сданы. Если два сдала человека, ну, значит, двоих получили предложение. Ну, все точно учли предложение. Всех, кто сдавал. И идет проект. Вот я хочу сказать, что когда уже проект, вот на проект получить всякие предложения и замечания, это легко. Их много будет. Но надо было его печатать и раздавать. Печатать можно там в фотографии, как можно сделать, можно печатать в газете. Так, вот, чтобы напечатали на дороге, мы могли бы проекты родственного договора напечатать и раздать. На всех работе. Так, можно на все, раздали, получили, собрали и еще сделали один проект. А еще к администрации еще не обращались. То есть, и вот вы хотите сказать, действительно представители министерской очистенности у нас, хоть пять человек, но мы-то учли все предложения всего коллектива и готовим конференции трудового коллектива, общий проект, активный проект, активного договора. И только когда мы уверены, что за спиной стоит коллектив, мы говорим, ну, мы начинаем, вот формально бумагу пишем, давайте начинать коллективный договор. Так что это, конечно, тактика абсолютно правильная. Я говорю, а вы молодости. Хорошо, проводим конференции, как мы получим. Я все, я с просьбой дать сначала слово, потому что там все время у нас предполагается, ведь большое, и поэтому какой смысл нам прерывать доклады? Виктор Михайлович. Давайте. А потом уже по деньги. Виктор Михайлович, давайте. Виктор Михайлович, поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok